Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах! Продолжаем работать с текстами пророчеств. Сегодня мы с вами поговорим о новом государстве, которое прописано в богодуховенных текстах. Оно обозначено как Новый Небесный Иерусалим. И сказано, что оно как город снизойдет с небес. И это будет скинье Бога с человеками. И сам Бог будет Богом у этих людей. И мы понимаем, что это какое-то святое праведное государство. И славяне бы очень хотели в нем жить. Но для того, чтобы оно все-таки появилось на планете Земля, вы понимаете, что мы должны применить максимум усилий. И понять, что оно должно из себя представлять. И как мы должны его построить. Да-да, мы должны его построить. Если об идеологии этого государства я вам уже говорила. А поскольку, в первую очередь, конечно же, Бога интересует наше духовное начало. Но сегодня я хочу поговорить об экономике. Потому что духовное начало, оно в принципе не может сформироваться нормальным образом, если не существует нормальной экономической основы. На сегодняшний момент мне жалуются очень многие молодые люди по поводу того, что им бы хотелось думать о духовности, но им некогда буквально жить. Потому что приходится зарабатывать на жизнь непосильным трудом. И мы прекрасно понимаем, что молодое население наших стран, я говорю о славянских государствах, вынуждено потратить для того, чтобы отдавать ипотеки. И, к сожалению, нет возможности на сегодняшний момент заработать. Потому что наша экономика, она чем хороша? Она хороша тем, что у нас ее... А потому что наша экономика, чтобы вы и не говорили, я сейчас не критикую руководство страны, оно само отчитается за свои дела, наша экономика все-таки терпит определенный кризис. Об этом говорит внешний долг государства. 29,9 триллионов рублей. Ну, конечно, это меньше, чем госдолг США, который составляет 35 триллионов. Но, тем не менее, вы понимаете, что нам это нужно будет отдать. И вместо того, чтобы вложить это в собственный бизнес, вместо того, чтобы это вложить в собственную экономику, мы должны будем платить достаточно долго вот этот ввоз. И вместо того, чтобы не платить, не отдавать деньги, и вместо того, чтобы перейти на автономию в экономическом развитии, мы продолжаем пользоваться всевозможными вот этими вот кредитами, которые на сегодняшний момент, может быть, это даже к лучшему, из-за санкций как бы приостановились, и наш внешний долг уменьшился. Но мне бы хотелось, чтобы, мне бы хотелось вам разъяснить некоторые моменты относительно экономики будущего. Для того, чтобы понять, что это за экономика, и что это за государство, я вам хочу зачитать одну очень интересную цитату из Откровения Иоанна Богослава. Это у нас 21 глава. Итак, здесь говорится... Я хочу зачитать вам... Для того, чтобы понять, что это за экономика, и что это за страна, которую мы должны построить, я вам хочу зачитать очень интересную цитату из Откровения Иоанна Богослова, 22 глава, 14-й, 15-й стих. Посмотрите, как интересно. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его. Заповеди Господа Бога Вседержителя. Чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы, чародеи, любодеи и убийцы, и велослужители, и всякие любящие, и делающие неправду. Вот как интересно. То есть это не простое государство, а государство закрытого типа. То есть суверенное государство закрытого типа. И если вне все прелюбодеи и беззаконники, то значит какая-то удивительная экономическая система. Ну, конечно же, все банально просто. Если пророчество говорится о том, что они будут жить вне политики, и тексты Откровения Иоанна Богослова говорят о том, что за стенами, вне города. Стены города, кстати, тоже описываются в этих текстах. За стенами находятся беззаконники. То значит, это государство, которое имеет экономику, независимую от других государств. Стопроцентно национальная экономика. Стопроцентно национальные промышленные предприятия, стопроцентное национальное сельское хозяйство. А как вы хотели по-другому, если об этом говорят богодуховенные тексты? И не нужно говорить о международных связях, о международной политике. Не нужно никому угождать, не нужно никого ублажать. У нас есть богодуховенные тексты, как приказ к действию. То есть мы должны действовать по тому сценарию, который предложил нам бог. Что такое собственная национальная экономика? Это все предприятия наши. Мы работаем за счет собственных средств, за счет собственного финансирования. У нас собственная торговая сеть, у нас собственная система логистики, у нас собственные производители, и никак по-другому. Я вам рекомендую зайти на страничку ВКонтакте к Александру Базикалову, который сподвигнул меня озвучить эту тематику. И он вам подробно расскажет, как он видит систему экономического развития нашей страны на базе MLM, то есть на базе сетевого бизнеса. Я вижу несколько по-другому, но тем не менее, озвучу вам и тот, и другой вариант в течение... Я вижу систему несколько по-другому, и поэтому озвучу вам и тот, и другой вариант. Но мне бы хотелось, чтобы мы поработали в этом направлении, поскольку нам все равно придется это делать, так как об этом говорят богодуховенные тексты. Итак, если у нас псы и беззаконники за калиткой, значит, у нас нет, извините, капиталистических отношений. Нет никаких коммерческих отношений. А значит, это уже совершенно другой политический строй, так я назову. Хотя, в принципе, при идеологии Христа, при том христианском православном гуманизме, который описан в богодуховенных текстах, мы прекрасно понимаем, что это государство, где все люди равны, где все люди работают на благо государства, на благо друг друга, и все, что производится, все, что продается, а все, что создается и творится, все делается качественно, поскольку, делая все потребное, а царь должен дать народу все потребное, человек должен осознавать, что делает он в первую очередь для тех людей, которых он любит и отчитывается перед самим Богом. Ибо в этой стране Богом у людей будет сам Господь Бог Вседержитель. И если это будет общество праведников, по-другому и быть не может. Итак, вот из этой цитаты, повторяюсь, мы приходим к пониманию того, что государство, Новый Иерусалим, это независимое, суверенное государство с независимой экономикой, а значит, с независимой промышленностью, с независимой финансовой системой, с независимой, с независимым сельским хозяйством, с независимыми остальными сферами экономики, с независимыми остальными сферами экономики. Я говорю сейчас и об образовании, и об медицине, и о культуре, поскольку это всё спектры одного единого целого. Поэтому, мои дорогие, мы должны работать сейчас именно в этом направлении, но не будет в новом государстве, извините, никаких олигархов, и они будут за стенами государства. Либо те, кто захотят остаться, останутся на правах, которые предложил Месси Иисус Христос. Вспомните, что он сказал молодому человеку, который спросил, что мне сделать, Господи, для того, чтобы попасть в Царствие Небесное. Я живу всю жизнь по заповедям. А Христос сказал, вот продай свое имение и принеси денежки сюда. Так вот, я думаю, что финансы будут собираться в общую копилку и делиться форумом. И все, в принципе, будут иметь ровненький такой доход, не будет людей, которые выделяются среди толпы. Не будет людей, которые нищенствуют, и не будет людей, которые зажрались. Не будет людей в нашем государстве, которые нищенствуют, и не будут, не будет людей в этом государстве, которые нищенствуют, и не будет людей, которые имеют сверхдостаток. Такого не будет в нашем государстве. И когда я прочитала строчки у Нострадамуса в предвидении Гусева о том, что якобы главом бежать через открытое море, то поняла, что вот это вот аллерг... И то я поняла, что вот эта вот система богатых людей, которая существует на сегодняшний момент Россия, она плавненько возьмет и переедет за границы государства. Что, в принципе, эта система и делает. Я в следующем видеоматериале покажу вам, каким странам... Когда я впервые прочитала пророчества Нострадамуса о том, что... Когда мне попались пророчества Нострадамуса или предвидения Евгения Гусева о том, что главом якобы бежать через открытое море, то я, в принципе, не понимала, почему. А сейчас понимаю, потому что по заповедям в государстве не будут жить олигархи. Им придется удалиться за рубеж. Других вариантов нет. И, в принципе, они потихонечку туда и перемещаются, регистрируя большинство предприятий за рубежом. Об этом мы поговорим в следующем видеоматериале, когда я вам буду рассказывать про торговую сеть. Ну, а на сегодняшний момент я думаю, что достаточно вам той информации, которую я озвучила и достаточно того, что поставило вас перед фактом, каким будет это государство и чего ожидать в будущем. Как-то бы говорить о каких-то внешних долгах не придется, потому что внешний долг исчезнет за счет автономии экономики. Конечно, мы сможем помогать другим государствам и распространять очаги своей культуры, брать в долг, это стыдно и позорно. Имея такую огромную территорию и такие огромные ресурсы, в первую очередь человеческие ресурсы, потому что основная опора экономики это творчество каждого из нас. Это наш интеллект, который на уровне взращивания духовности приведет к потребности в творческом начале, в реализации себя во всех направлениях экономического развития. Во всевозможных сферах в нашей экономике. На этом все. Всего вам доброго. До следующей встречи.